Сибирские учёные обнаружили дешёвый и практически неисчерпаемый источник биотоплива. Оказывается, материал для производства горючего находится на дне водоёмов и очистных сооружений. Причём из него можно сделать топливо стандарта Евро-4. Результаты исследований российских специалистов уже прошли международную экспертизу. Подробнее в репортаже Дмитрия Толмачёва. То, что со стороны похоже на рыбалку, на самом деле научный эксперимент. В лодке сотрудники Института биофизики. Улов, донные отложения или, проще говоря, обычный ил. Он имеет достаточно перспективный состав липидов, для того, чтобы из него был изготовлен биодизель. Сложным этот процесс только кажется. Из сырья выделяют экстракт, затем с помощью чуть более совершенного аналога обыкновенного самогонного аппарата получают почти исходный продукт. Несколько химических реакций и вот уже грязная жижа стала чистейшим топливом. Биодизель, который соответствует стандарту Евро-4. Поиском альтернативных источников топлива заняты ученые всего мира. Где-то биодизель получают из растений, кукурузы или рапса. Но для этого нужно засеивать огромные площади. Биологи Сибирского федерального университета искали более дешевый источник. После того, как исследовали ил со дна обычного водоема, впору было кричать Эврика. Это так называемые иловые поля. По сути, склад отходов человеческой жизнедеятельности. Того, что остается после очистки источных вод. Этого добра здесь тысячи тонн. По площади 200 футбольных полей. Пока это последняя стадия переработки. Но исследования показали, что для производства биотоплива такое сырье подходит по всем параметрам. Главный показатель — жирность. В отходах Красноярского водоканала жиров 15%. По словам ученых, для топлива в самый раз. Источник, можно сказать, неиссякаемый. На очистных сооружениях города отсеивается столько дряни, что если переработать только дневную порцию, получится почти полторы тысяч литров высококачественного дизеля. Осадки с наших очистных сооружениях просто складируются на полях вокруг Красноярска без дальнейшего использования. А если их серьезно запустить в работу, мы можем использовать это биотопливо у себя на предприятии. У нас очень значительный автофарк. Решая одну проблему, красноярские ученые нашли решение сразу двух — дешевое топливо и утилизация отходов. Результаты исследований уже прошли жесткую международную экспертизу. Работу биологов начали публиковать в научных журналах. Осталось только дождаться внедрения идеи в жизнь. Дмитрий Толмачев, Сергей Буркеев, Александр Ткаченко. Первый канал. Красноярск.